Всем привет, ребята, с вами Юранка и мы продолжаем прохождение Сомы. В прошлой серии мы с вами таки сумели наконец получить код доступа. Саймон, мы нашли, теперь можно идти к Данбет. Возвращайтесь. Да, уже бегу. Ага. К Данбет. Мы с вами, ребята, двинулись к Данбет. Не помню, то ли мужик, то ли баба, то ли кто его, как его звать. Но мы с вами можем наконец-то проходить дальше. А, видишь как, нельзя извлекать код. Что? Где? А, гондола. А, вот сейчас откроется дверь. Что там такое? А, всё? А, всё? Четыре тысячи метров под воду, это же четыре километра глубиной под землю, вы серьёзно? Омни-тул, давай, Омни-тул, работай. Сейчас мы тебя подключим. Это же нам ещё с тобой, как она сказала-то, бабушка, что нас с тобой ждут впереди очень весёлые и увлекательные приключения. Когда же игра наконец-то закончится? Всё. Он даже код не озвучил. Как он код этот ввёл для доступа, я не понимаю. Внимание, чё? В такие малополигональные текстуры, я не понимаю. Не входить. Не будем, как скажете. Не проблема. Чё, надо повернуть куда? Давай, включай. Как надо? Как? Чё не работает? Включайся. Значок из портала. Ну, типа, вот ты так подскаживаешься и в портал прыгаешь. Это мы такое видели, знаем. Осторожно, следите за движущимися дверями. Такое надо в метро вообще-то показывать, а не здесь. Какие тут двери движущиеся? Здесь ничего нету. Там вода плавает. Куда заходить, куда нажать? У меня чё? Нормально. Так, где кнопка? Куда нажать? Сюда нажать? Жёлтая кнопка, давай. Обычно жёлтая кнопка, как правило, светится о чём-то хорошем. Это не тот случай, конечно. Как надо сюда залезть? Ну и чё? А, вот сюда что-ли надо было? А, о, прикинь, как находясь сверху, можно сюда вот так вот. Ага, всё понятно. А зачем это надо сделать было? Вопрос. Такой интересный, наверное, да? Для многих насущный и непонятный, в том числе. Кого-то, если только текать, прятаться, да? Какой вариант? Там закрыто. А тут мы с тобой же, тут же мы ушли отсюда, да? Ага, здесь у нас с тобой закрыто. Здесь тоже закрыто. Значит, там ни сюда, ни сюда не надо. Всё, как бы, очевидно. Нам надо сюда? Сюда, по-моему, тоже не надо. Чё, у меня инструмент мы вытащили. Сказали, идите в док. Вопрос в док в какой? Ага. Ну да, обратно мы тоже не вернёмся. Раз текстуры здесь загрузились, то всё. У нас других вариантов нет, здесь всё закрыто, остальное. Здесь больше просто некуда идти. Чисто по логике вещей, если так и говорить. Как надо? Ну? А, вот сюда надо было, может, нажать? Нет. Провод, может, не подключен? А, да неужели? Обосраться, прикинь? Неужели надо было мне так тупануть? Всё. Питание вкл. Чел, хорош. Да. Чё-то я уже явно, ребят, старею. Шумозг у меня мой. Чё-то как-то потупливаю. Система включенная. Самодиагностика. Подготовка к освобождению. Давайте. После 10 лет колонии строгого режима, подготовка к освобождению. Ты чё, Дунбат? Чё, мы виноваты, полуду... Я просто... Я просто худею с вас, дорогая редакция, что пишу вам в третий раз. А чё он не может-то? А, ну вот, видимо, что именно и было странным, так называемым, да? Это вот... Это и была та самая странность, о которой она говорила, правильно я так понимаю? Стоило догадаться, что произойдёт какой-нибудь сбой в очередной раз. И, по всей видимости, это именно он и был. Короче, они загрузили живого челика в этого плавающего робота, и в итоге... Просто трэшак, у меня слов нет. У меня просто нет слов. Как нам теперь спуститься под воду? Так, всё подвисло. Всё зависло. А, загрузка текстур происходит, правильно. Пусть торт найти, я не знаю. То ли влево, то ли вправо. Я думаю, что всё идёт одинаково. Это не Half-Life, поэтому хедкрабов здесь ожидать не стоит. Какой-то обосрал его, наверное. Не понимаю, куда мы идём. Но... Ничего не понятно, но очень интересно. Не знаю, я думаю, что мы идём правильно, потому что... Потому что, наверное, в ту сторону мы с вами не смогли просто пройти. Думаю, всё объединяется в одну дорогу, но оказывается, что нет. Какой-то Alien and Salvation у нас с тобой начинается непонятный. Со странными непонятными звуками, ну и ладно. Так, вот мы с тобой можем пальчик в дырочку засунуть. И здоровье восстановить. Хотя она у нас и так фуловая. Ну давай. Сделаем, так сказать, это. Оп. Хорош. Пошли трещины по экрану, и мы с тобой... На фулл ХП. Правда, кто у нас мог ХП отобрать, непонятно. Но хотя она не надо было, наверное, именно сейчас её звать. Можно было потом это сделать. А может, сохранение так действует, нет? Постойте-ка это. Ооо, нет. Нео добралось до батискафа раньше нас, да? Походу, подруга. Нео говорила. Вряд ли это хороший знак. Чего? Сказал, что мы все виноваты вокруг. Он был нашим лучшим шансом. Ну да. ...дело, что он работает. Послушайте, нельзя сейчас отступать. Должен быть другой способ. Подумайте, как вы это сделали. Как вообще команда спустила ковчег в бездну? Если они не пользовались дамбет, остается только вариант с подъемником на омикроне. Угу. Это нечто вроде лифта. Опускается прямо в бездну. Чего-то мне это напоминает. Кольская скважина. Да. Хорошо. Конечно. Отправимся на омикроны и будем надеяться, что там есть для вас энергокостюм, чтобы вас не сплющило давление в бездне. Очень приятно. Звучит интересно. Что ж, вперед. Стойте. А что это тут? Что это тут? Похоже, тут много информации по ковчегу. Ага. Прототипы, другие данные. Хорошо. Давайте начнем. Я хочу увидеть, как это работает. Может, удастся выяснить, как попасть на ковчег. Окей. Давай посмотрим. Во. Вы не знали, как нам туда попасть? Свет включили. Это этот самый лифт, что ли? Он? Нет, это не лифт. Проведите омни-инструмент. Что-то у нас тут здесь все закрыто кругом. Там, наверное, какие-то чудища, я так подозреваю, что появятся. Что, нельзя с ней поговорить? Можно. Устройство не подключено. Видишь, написано большими буквами. Та иди, стул, не мешайся. Что такое у нас с тобой? Какая-то лазерная пушка, бластерная. О! А это что? Это исследователь состава. Костер его использует, чтобы... NRMAX-22. Многоцелевого назначения. Можете туда залезть. Это у нас с тобой. Вы знали, с чего вы сделаны. Я бы быстрее разобралась, как поместить вас в ковчег. Это знаешь, что такое? Я бы попробовал. Это... Знаешь, что это такое? Это этот самый. Рентген. Кабинет. Это рентген. Это флюорографию делать. Вот в таком кабинете заходишь. Тебя просвечивают, и у тебя не остается ни мяса, ни кожи, ничего абсолютно. Только скелет пустой выходит оттуда, и все так хорошо просвечивают. RX 5... 521-1358. Это, наверное, модель видеокарты от NVIDIA, я так понимаю. BX и XX. Это уже когда после RTX-ов видеокарты называться от NVIDIA будут 00111. Ну да, судя по разнообразию, уже принуть больше было нечего. Постановить передатчик на ковчег. Прик ковчег с передатчиком сигнала. Так, энергоблоки, инструменты, наладочный набор, дополнительный кислород. Допуски на P2. Так, что такое? Наркостюмы, хаймацу. Руководство исполнилось. Представляете срок, что берете сейчас в случае самих себя и своих коллег. Наденьте неопреновый нижний костюм и ремни. Проверьте ЭК на наличии видимых повреждений. Закрепляйте часть костюма на ремях снизу вверх, начиная с ног. По мере сборки, скрепляйте часть костюма друг с другом. Для закрепления спины и торс понадобится помощь напарника. Нажмите топус запечатать на рукаве костюма. Должны услышать звук запечатывания костюма. Костюм начнет выравнивать давление, подходящий к кислородному баллону. Если костюм не запечатывается, повращайте арамортизирующие элементы и повторите попытку. Если это не поможет, не пытайтесь починить костюм самостоятельно. Засвяжитесь с ремонтной службой. Внимание, ЭК очень тяжело, их маска компенсирует с проводами, а приводами. Вы будете сильнее, чем обычно. Будьте осторожны. При использовании ЭК соблюдайте обычные правила безопасности, задерживайте дыхание. Не оставайтесь в воде слишком долго, не погружайте слишком глубоко. Не погружайте при неиспользовании костюма. Интересно, это какие-то ребята. О! Прикинь. Какие няшки вон справа стоят. Я смотри. Нет, подруга, это в 21 веке тоже вполне актуальное явление. Поэтому быть козлом в 22 веке, то же самое, что быть козлом в 21 веке. Ничем не отличается. Страсть на омикрон. Погнали. Надеть ЭК, спуститься на подъемники в бездну. Найти туннель на Фи и запустить ковчег. А, ковчег это может быть... И типа мы это здание потом запустим, да? Я так понимаю, все, и все заживут здорово и счастливо. Какой у нас вариант остается? Подожди, а прочитать здесь, что у нас на компьютере написано в документах. Решение. Решил удаконить проект ковчег, использую уже сделанные сканы. Прошу прощения у всех, кто хотел попасть туда, но не успел пройти сканер до остановки проекта. Время добавления последнего образа прошло два месяца. Всем желание не смогу с того добиться от всех вас того же уровня поддержки, что так помогла мне в начале проекта. Простите, не хотел, чтобы люди лишали себя жизнью. Она не умиралась обманывать кого-то бы то ни было. Так, значит, что надо сделать. Установить модуль интерфейс, запечатать капсулу ковчег, спросить разрешение у Фокуриана, но это можно пропустить, они все уже и так дохлые. Проинструктировать Ивашкина, Молдавашкина. Так, ладно, Линдол и прочих ребят. Какого-то Пендерса и Хила из Саленхила. Доехать до Шаттли, до Микрона, забрать интеркостюм и спуститься на подъемники в Бездо. Собраться на Тау, отправиться к месту Запада, загрузить снаряд, запустить ковчег. Все, вроде все ясно и понятно, ничего сложного в этом нету. Что надо делать, да? Так, Пеленгатор ковчега. Вот ковчег на Тау. То есть там нужно добраться как-то до Фе, так понимаю. Ну вот с Амикроносов, то мы туда можем и добраться. Отношение к ковчегу. Вопрос в отношении к ковчегу интересуется у меня не персонала. Давайте. Недавно было принято решение о том, что проект ковчег станет последним официальным заданием ПАЦ-2. Персонал начал выполнять в своей работе, смотря на катастрофическое устройство и поверхности Земли. Я считаю, что проект ковчег наиболее логичный шаг к спасению человечества, что мы должны посвятить его завершению столько времени, и ресурс, сколько потребуется. Наверное, да. Где сохранение? Совершенно верно. Для участия в проекте, короче, человек должен пройти через сеансы электромагнитного облучения на кресле пилота. Известно, что сеанское нервное вызывает приступ тажатой до головной боли, из которых можно ходить до трех суток. Я считаю, что временно физически не дискомфорт, как бы сильного не было. Малая цена за спасение человечества. Ну, наверное, абсолютно верно. Что нам еще нажать-то? Ковчег построен в счетом габаритах зонда Рейнджер 7. Зимой, следовательно, может быть, запустим в космос с помощью коспичка пушки Омега. Прикинь, с Солоном Маском полетят в космос на Омеге. Там он сможет работать еще немногих тысячелетий, черпая энергию света нашего Солнца и одаренных звезд. Думаю, что ковчегу следует оставить Землю позади и отправиться в космос. Ну, наверное, верно. Я не знаю, что здесь. В цифрах человечеству возможности совершить качество из ковчега в валютах людей, населяющих ковчег. Могут в случае необходимости быть созданы из кинетического кода, но также они получат возможность изменить этот код. Немного лучше свои новые тела, облегчить стар... Стар... Старнее или даже предотвратить смерть. Я думаю, что без страха и смерти болезнь Морискому утратит свою человеческую природу. Ну, да. Наверное, верно. Но, опять же, без болезни быть это здорово. Ну, как бы... Если говорить про такой пример, то... Такой пример, ребята, в Библии описан. Такой пример описан в Библии того, как... Человек попадает на небеса, там не будет ни старения, ни болезни, ни страданий. Зачем вот это все нужно, когда все описанное есть в Библии? Не знаю. Все пытаются куда-то скачки эволюции сделать. Это же мы понимаем, что это игра, это все вымысел. А вот в Библии это все, ребята, настоящие. Так что задумайтесь. Там, где нет ни старения, ни болезней, ни страданий, ни боли, ни печали, ни горя. Так что стоит обратить на это внимание. Ковчеги можно хранить всего 58 человек. Чтобы увеличить популяцию, сделать из этого более разнообразно, можно ввести в ковчег искусственный интеллект, который будет вообще напоминать людей, но обладать немного детской и наивной натурой. В мире дальнейших исследований природы, разумов, можно найти способ сделать их умнее. Я думаю, что даже группа искусственных разумов, утопающих человеку, здоровит наше общество. Конечно, если они будут адекватные. Если будут адекватные, то да. Одобрение ковчега, совершенно верно, 76%. Потерпеть ради результата, 46%. Совершенно верно, да. Спасибо за часть вопроса. Вот как проголосовали наши коллеги. Верно, совершенно верно. Вещность среди звезд. Совершенно верно, 46%. Одобрение ковчега, совершенно верно, 76%. Ну ладно. Окей, хорошо. Ну давайте. Сейчас нас немножко облучат радиацией, поэтому мы сейчас как будто с вами в Чернобыле побываем. Мы с вами зайдем, как бы, чтобы мы оттуда вышли. А хотя у нас только лампочки. Мы же с вами уже все равно не являемся человеком. Что нам бояться? Немного тесновато. Ну, я бы не сказал бы. О, сейчас, смотри, флюорографию делают. Надо там уже так челюсть так сверху положить, вот так вот. Смотри, сейчас. Ништяк, прикинь. Вечно жить. Нормально, с собой камера, смотри. Интересно. Не, 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 стоп, стоп, постойте, я что, ваша старая коллега? Ха, прикинь. Какой ужас. Эээ, не говорите так, она была моей... Была добра ко мне. Ну, видишь, как была моя. В общем, энцефалочип, это хорошо. Значит, мы сможем передать ваш разум в ковчег через место пилота. Как? Я же наполовину труп. Да, логично. Вы подумайте. Вспомните все недалекие умы, которые мы тут видели. Просто оживить мертвое тело, очевидно, что этого недостаточно. А в теле робота люди становятся не очень надежные. Ну вот, а мы с тобой в теле человека, да, походу? Только, правда, у него полбашки почему-то не видно. Смотри, полбашки как будто срезано. Нормально так. Прикинь. Все, нам с вами сделали флюорографию, можно идти дальше. Так. Устройство не подключено. А дальше-то куда? Что нам надо-то было сделать? А, нам сюда что-ли обратно идти? Устройство не подключено. Какое надо устройство? А, во! Все, чел, хорош. Что провода-то вытащили? Сколько терабайт? Нихрена себе, 1231 терабайт памяти. Нормально так. Так, проверка свободного места. Повреждено примерно 43,75... 900 терабайт повреждено! Вы попутали? Обнаружено повреждение памяти. Свободите больше места. Какая-то набор скамья. Какой-то кринж. Энерже. 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 Система общего роста. Природа лес. Мод озера. Что у нас с вами надо все это подосвободить? Пак, сома, чел, требовательный тип воды. Так, это требовательный. Видишь, что описано? С тобой это все нужно. Скамья, грунт, сома. Сома это все нужно. Сома это нельзя выключать. Так. Среда, мод озера. Система. Система. Это все нужно. Система. Так. Подожди. Пак, человек, тип среда, свет. Так. Пак, сома, человек, тип источник света. Это все нужно, я так понимаю, да? Жарма уберем. Так, правильно? Система базы требуется. Так. Это то, что нужно, и то, чего не нужно. А если мы вот так сделаем, вообще все? Так, системная база требовательна. Видишь, если мы с тобой пак сома человек включаем, у нас появляется требование. Уже. Так, атмосфера. Система интерфейса сканирования. Вот это вот мы включаем с тобою. Тип воды. Тип воды. А если мы с тобой сочек воды включаем, то у нас с тобой еще появляется. Видишь, еще? Требования. Полдень. Так, общерастительная база какая-то. Видишь, уже? Физика мягких. Физика мягких. Физика мягких. Как можно? Подожди. Озеро. А, здесь, короче, надо типа выбирать, что более... Более простое, что будет. Допустим, смотри. В чем прикол? Сома человек, допустим. Когда мы убрали сома человек, мы убираем тип реки. С точек света, например. Такое или такое? Внешнее солнце, допустим, да? Мы убираем то, что поменьше. Так. Физика твердых, видишь? Физика жидких. Общая природа, растительность, я так понимаю, да? Погода. Семная погода. Динсвет. Интерфейс сканирования. Так. Сейчас давай думать будем. Физика твердых. Физика жидких. Такая физика. Динсвет. Вот такое вот, да, у нас с тобой получается. Обнаружи проявление памяти, ставите больше места. А что у нас с тобой? Точек света. Я не понимаю. Набор облаков. Один какой-то стул. Мод река. Мод река. Видишь? Даже мод река, если мы с тобой ставим уже. Тип требований воды. Пиши, я с тобой. Вода должна быть какая-то. Среда. Томпакт человек. Системная. Видишь, он требования выдаёт. Давай думай сейчас. Погоди, я подумаю. Сейчас с тобой начнут. Видишь, какой вариант. Ну, сюда, блин, какой-нибудь может переносной жесткий диск принести им терабайтов на 50. У тебя этого мало, наверное, будет. Не, уж такое там, такая дата, считай, такое время, там, чего. Нет таких жестких дисков, что ли? Давай сейчас буду думать пока тут. Попеременяю, посмотрю, что могу сделать. Да, это мы уже слышали, спасибо. Пеленгатор. В дожде. Может, здесь написано? Так. Нет, здесь ничего не написано. Сейчас буду думать. Давай, подумай туда, и мы с тобой продолжим. Потому что здесь можно так очень долго это всё делать. Так, это не закроется. Будем думать. Какие можно модули поставить. Требования СОМА. СОМА. Жесть какая-то. Я вот не понимаю, не хватает, всё равно немного. Смотри, вот всё, что мог, включил, я не понимаю, что за прикол. Вот не хватает. Что надо ему ещё? Либо такую реку включаешь, либо такую воду включаешь. Пак, набор тип воды, требования. С точек света. На случай, с точек света я выбрал внешняя луна. Ну, потому что иначе не хватит. Видишь? Либо мод река мы выбираем, либо средний мод озера мы выбираем. Уже не хватает ему просто места. И вот, допустим, внешнее солнце полуднее, и он больше ест памяти, чем внешняя луна по ЛН на 66. Не понимаю, не уже нельзя никакой другой свет ему выбрать, с точек света никакого. Чё за бред? Я не понимаю, просто. Погода. Видишь, написано, погода. Динств. Какой-то вам. День свет. Это мало всё оно ест. Это всё мало потребляет. Это объекты дополнительные. Самое большое здесь, что потребляет, это физика жидких объектов. Видишь, что написано? Система физика жидких. Скоро у меня, наверное, жидкая, блин, уже всё. Потечёт. Паксума, это обязательным является. Без него ты здесь ничего вообще не сделаешь. Ладно, буду думать дальше, давайте решать. О, погоди. Я так понимаю, а с глазами вы не слышали. Простите, я забыла, что у вас были в ходу суеверия. Ха. Ну да, суеверие это суетная вера, в переводе означает пустая вера. Так что смысла верить в суету, ребята, никакого нету. Всё глупое. Затея. Так, это шланг не дотянется. Это дотянется шланг у нас с тобой. А как его? Всё? Ну, подключайся. Куда его подключать и к чему? А, это мы сначала сейчас с него загрузим. Весь, говорит, легче лёгкого, серьёзно. Вол. Угораю. Погодите, ребят, я пока что ещё не додумал. Как что-то надо сделать. Но мы уже близки к разгадке. Практически. Того, что у нас с тобой. Чё нам ещё остаётся? Думать? Давай думать. Но, брат, мы там вряд ли пройдём. Я сомневаюсь, что там чё-нибудь будет. Всегда. Давай решать. Видишь, у неё память повреждена, походу. СЖН, НРЖ, как понимают, переводится как ханжа на рожала. Короче, это жесть какая-то, ребят. Но, попытаюсь сейчас додумать. Как придумаю, как всё составлю. Давайте продолжим. Ничего нам ещё остаётся с вами. Короче. Всё оказалось намного-намного проще. Значит, включается система физика твёрдая. Система физика жидкая. Плавающая атмосфера. Интерфейс сканирования. Системная погода. Один свет. Система общего РАСТ. ПРДВ. Как я понимаю, может даже что-то ещё дополнительное. Допустим, грунт, там, дороги, там, набор каких-то скамьей. Какое-то ещё, если что-то хочешь здесь, можно добавить. Но это я уж не знаю. Надо смотреть. ПАКСОМА ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТИЛЬНО. Среда МОД РЕКА И ВНЕШНЯЯ ЛУНА ПЛН. Всё. То есть здесь есть ещё что-то другое будет ставить. Здесь уже есть риск огромный. На с вами, что объект листва, допустим. Зачем он нужен, правда, непонятно. Но грунт дороги пускай будет пририсован ещё заодно. Природная равнинная трава. Нажимаем далее. Идёт компиляция. Попробуйте загрузить скан-заготовку. Должно быть просто. Я хочу убедиться, что понимаю, как формулируются данные образы. Доза морочки с настоящим ковчегом. Забудите симуляцию и нажмите на паузу, пока выполняется год. Так я получу стресс-процесса. Окей. Тестовый. Передать. Давайте посмотрим, что у нас получится. Выделены ресурсы 100%. Мировое время. Загружен модуль статс РД грунт дороги. Интересно. Сейчас даже прикинь, что опять ошибку выдаст. Что за жизнь будет? Ковчег 3, альфа... Ковчег альфа 3. Симулятор виварий. Давай. Ага. Окей. Так. Образ-заготовка. Что за образ-заготовка? Заготовка. Диагностика. Наверное, правильно, да? Вот, ее выбрали. Тестовый. Ну да. Ага. Начать симуляцию. Окей. Обязательно, подруга. Как же мы можем тебя с собой не забрать? Подождите, а чем-то прикол, не пойму. Короче, ладно, ребята. Что у нас с вами остается? Давайте следующий серий тогда и продолжим. Так что пока что там все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать, друзья. Могу вам спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро я сильно приключаюсь. Будет очень много всего прудового. И не менее, интересно только от самого Ширанка. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки. Не приключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok